29 мая 2016 года. Почти летняя погода. В самом сердце Владивостока собрались его жители и гости. Повод – благотворительный забег. Участники помогали детям с редким заболеванием кожи. А старт акции дал лично глава Владивостока Игорь Пушкарёв. Прекрасно, что владивостокцы поддерживают такую благотворительную акцию и платят деньги, участвуют в забеге для того, чтобы помочь детям. И то, что с Владивостока начинается, это тоже здорово. Уже через два дня, когда Владивосток отмечал День защиты детей, жители города увидели мэра с закованными в наручники руками. Эта сцена многим показалась чересчур жесткой. За несколько часов до этого сотрудники ФСБ провели обыск в администрации города. Наведались на предприятия строительной отрасли, которые контролируют родственники Игоря Пушкарёва, а также по месту жительства главы, его братьев и руководителей подконтрольных предприятий. Сегодня наручники надели на главу Владивостока. Информы агентства сообщают о задержании мэра Владивостока Игоря Пушкарёва. Стало известно, что мэр Владивостока Игорь Пушкарёв подозревается в превышении полномочий и подкупе. Позже Пушкарёва доставили в Москву, где и заключили под стражу по подозрению в превышении служебных полномочий и коммерческом подкупе. Первый срок – два месяца в СИЗО. Таким образом, только на протяжении одного дня – 1 июня 2016 года силовики поставили точку в многолетней оперативной разработке мэра Владивостока. На протяжении 8 лет я был глава города. За мной только официально подтверждено, что почти 6 лет слушали, вели видео наблюдения, заводили, возбуждались уголовные дела, проверки велись неоднократные, закрывались за отсутствием состава преступления. Тут в один день возбудили. Оказывается, по антимонопольному службу пришли коллеги из органов и говорят, а заведите уголовное, не уголовное, а дело, что якобы нарушил Пушкарёв антимонопольное законодательство. В чём? Что лоббировал интересы МУПа, что МУП якобы выиграл у других. Расследование подтвердило, что ни один факт не подтверждается. Всё высосано из пальца. По версии стороны защиты, это дело носит сугубо политический характер, так как ранее, 22 мая 2016 года, глава Владивостока Игорь Пушкарёв выиграл праймерис по округу номер 9 законодательного собрания Приморского края. А почему это всё случилось? Потому что действительно были выборы. Я выиграл праймерис и собирался идти на выборы. И вот, по мгновению мышедной палочки, отсюда и появилось, это не я сказал, а следователь входа тости тогда в направлении после двух месяцев указал, что иначе я могу дискредитировать органы администрации Приморского края. В невиновности мэра и в том, что это дело сфабриковано, уверены некоторые жители города и края. Свободу Игорю Пушкарёву под таким лозунгом 7 июня 2016 года провели пикет во Владивостоке. В краевом центре на площадку перед памятником графа Муравьёва-Амурского вышли более 500 горожан. Следом люди вышли в его защиту и в Спаске Дальнем. Обвинить можно любого. И посмотрите, это произошло. Перед выборами надо кому-то было убрать его с пути. Кто это, я не знаю, но кому-то надо было убрать с пути. Понимаете, это преступление, я считаю. Преступление. Лично меня оскорбляет тот цирк, который устроили федеральные средства массовой информации относительно всей ситуации. Ни для кого не секрет, что вмешивается Москва в дела нашего города. Да-да-да. Пытаются отжать всё и бизнес, и власть, и ставят своих людей. Провокация, в общем. По версии следствия, мэр, являясь должностным лицом, намеревался обеспечить прибыль компании «Востокцемент», которой на тот момент руководил его брат Андрей Пушкарёв. Сделал это якобы за счёт реализации асфальтобетона по завышенным ценам для муниципального предприятия «Дороги Владивостока». Чем по версии обвинения причинил бюджетной организации многомиллионный ущерб. Одновременно с мэром Игорем Пушкарёвым задержали и руководителя МУП в «Дороге Владивостока» Андрея Лушникова. Но спустя год следствие ушло от первоначальной версии обвинения. Один из следователей написал в администрацию города Владивостока, и теперь администрация города Владивостока не является пострадавшей стороной от этого экономического якобы преступления. Не бывает так, что потерпевший сегодня есть, завтра нет. Изначально, ну давайте вот... Было два потерпевших, может быть, сейчас остался один, да. Следователь, генерал. Генерал. Говорит, что это человек без какого-то опыта, или который не разобравшись с дуру признал не того потерпевшего, это смешно, да, наверное. К этому решению следствие пришло через месяцы слушаний и систематических продлений сроков содержания Игоря Пушкарёва под стражей. И если полное отсутствие ущерба МУП доказано документально, то отсутствие взятки в 75 миллионов рублей от родного брата директора «Востокцемента» Андрея Пушкарёва сторона защиты доказывает с конца марта этого года. Я, мой брат Андрей и коллега Андрей Лушников за этот год прошли через многое. Мы были лишены общения с женами и детьми. Нам приходилось наблюдать за откровенной клеветой в свой адрес. А к завершению предварительного следствия нам предъявили новые абсурдные обвинения. Всё это очень непросто, особенно когда очевидные доводы о невиновности не принимаются во внимание. В начале марта Игоря Пушкарёва официально отстранили от должности. За то время, что он находится под стражей в московском СИЗО, во Владивостоке трижды меняли исполняющих обязанности градоначальника. Алексей Литвинов, Константин Лобода и, наконец, Константин Межонов. Назначение Константина Межонова интересно с нескольких точек зрения. Во-первых, Межонов – старый опытный зубр в политической системе Владивостока. Во-вторых, очевидно, что он человек Пушкарёва, лоярен временно отстранённому мэру. Именно из-за этой лояльности край в своё время приложил усилия, чтобы отодвинуть его от всех ресурсов, в первую очередь от партии. Текущие кадровые перестановки с краем точно не согласованы, прокомментировал политолог Вячеслав Беляков. Также назначение Межонова на своей странице в социальных сетях прокомментировал временно отстранённые от должности главы города Игорь Пушкарёв. Поздравляю Константина Межонова с назначением заместителем главы администрации Владивостока. Константин Анатольевич имеет большой опыт управленческой работы. В текущих условиях решиться на такое назначение может только человек, ясно понимающий объём работ, готовый решать проблемные вопросы и трудиться на благо жителей города. Именно такими качествами обладают заместители главы Владивостока. Их работа подтверждает, что в своё время при формировании управленческой команды города был сделан правильный выбор. Людям, им политика важна с какой точки зрения? Не с точки зрения персоналей. Им в основном, что такое мэр, да? Мэр – это человек, который на постоянной, вот в рамках срока действия своих полномочий, он осуществляет нормальное функционирование города. И, конечно, для людей именно это важно, чтобы вот это нормальное функционирование происходило непрерывно на какой-то понятной всем основе. А поскольку у нас, вот видите, постоянно меняются эти люди, которые временно исполняют обязанности, люди не понимают, что происходит. За год без мэра Пушкарёва жители Владивостока заметили отсутствие хозяина, что всё чаще высказывают в комментариях к новостям о продлении срока содержания Игоря Пушкарёва под стражей. «Верните нашего мэра, пусть наводит порядок в городе. Хватит мучить и позорить». Чем дольше он сидит, тем больше вопросов к следствию. Такое положение порождает раздражение у людей и недоверие к власти. За год не смогли доказать вину человека, лишили его свободы. Может быть, пора привлечь к ответственности самих правоохранителей. «Отпустите, хлопца! Хороший он мэр, немало сделал для людей». Последнее заседание 25 мая 2017 года новых сюрпризов не преподнесло. Остранённому мэру Пушкарёву и директору муниципального предприятия Дороги Владивостока Андрею Лушникову Мосгорсуд продлил содержание в Матросской тишине до 1 сентября по просьбе следствия. Из основных причин – якобы реальная возможность скрыться за границей и до конца подсудимый не ознакомленный с материалом дела. Игорь Пушкарёв изучил больше половины из них. Также был продлён срок домашнего ареста и руководителю компании «Восток Цемент» Андрею Пушкарёву до 24 июня включительно. «Мы начали знакомиться с итоговыми обвинениями и материалами дела. В деле 100 томов, аудиозаписи которых осталось на 6 часов прослушки. С половиной из них я уже ознакомился, и чем больше читаю, тем больше удивляюсь абсурдности обвинений в свой адрес». Следователи 10 месяцев утверждали, что потерпевшей стороной является администрация города Владивостока, а 30 марта 2017 года отменили свои же утверждения. Сторона защиты намерена обжаловать решение суда о продлении ареста Игоря Пушкарёва и уже подала апелляцию. Все детали уголовного дела задержанный мэр выкладывает на своём официальном сайте. Остаётся только отметить, что свою вину временно отстранённая от должности глава Владивостока не признаёт и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем Игорь Пушкарёв уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность. Алина Черненко, Станислав Лазебный, Новости на Восьмом. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова